Так, мы остановились на доказательстве теоремы. У меня G была функция, да? Так, я пишу просто, что в прошлый раз, где мы остановились. Значит, вот у нас есть ограниченная функция на множестве А, есть предельная точка этого множества, пускай L обозначает верхний предел этой функции в этой точке, и есть еще число Y, которое обладает двумя свойствами. Первое вот такое вот, оно говорит о том, что вблизи точки X0 наша функция не может выскочить слишком далеко выше Y. А второе говорит о том, что сколь угодно близкий к точке X0, она принимает значение, сколь угодно близкое к Y. Значит, для всякого эпсиума положительного и для всякой проколотой окрестности точки X0 существует X из этой самой проколотой окрестности в перечении с областью определения, такое, что G от X больше Y минус эпсиум. Вот. И надо доказать, что Y равняется L, что вот такое число Y с этими двумя свойствами есть верхний предел. Правильно? Вот. Но давайте вспомним, какие-нибудь формулы для верхнего предела. Значит, L равняется инфиуму по всем проколотым окрестностям точки X0 от таких вот супреумов. Супреумом G от X по X из этой проколотой окрестности в перечении с множеством A. Вот. Хорошо. Значит, вот R – это такое число. Значит, давайте посмотрим на условие 1. Вот возьмем положительную эпсилон и найдем такую окрестность точки X0. Вот. Ну, так тогда вот для 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 окрестностей V0 существующей в силу значит, положительную эпсилон взяли, вот и зафиксировались, перенашли такой V0 существующий в силу условия 1 будет вот что будет верно следующее значит супремум вот этот самый, который тут написан который стоит под знаком инфиума он не превзойдет Y плюс эпсилон значит, Y плюс эпсилон это верхняя граница всех значений функции G вот на этом множестве стало быть супремум не превосходит этой штуки, да? Вот значит, супремум не превзойдет Y плюс эпсилон для этой фиксированной окрестности а L – это инфиум по всем таким окрестностям вообще, да? Значит, отсюда следует, что и верхний предел L тоже не больше, чем Y плюс эпсилон так? Значит, из условия 1 следует такое неравенство взяли эпсилон положительный из условия 1 выбили такое неравенство так а теперь давайте к условию 2 прицепимся и посмотрим значит, условие 2 говорит смотрите, пожалуйста для любой окрестности проколотой точки X0 найдется в этой окрестности такое число для которого же от X больше чем Y минус эпсилон да? таким образом вот что он говорит что для всякой окрестности W0 как вот любой такой вот этот самый супремум G от X по этой окрестности разумеется и в пересечении с областью определения он уж точно будет ну значит там найдется число где он больше значит, можно даже строго неравенство поставить он будет больше чем Y минус эпсилон так? потому что одно из значений функции больше Y минус эпсилон значит, супремум тем более больше Y минус эпсилон вот ну а раз значит тем самым что получается тем самым получается что все эти числа которые тут по знакам минус эпсилон стоят все они больше Y минус эпсилон так? значит, отсюда вытекает что их интимум тоже больше минус Y Y минус эпсилон L больше Y минус эпсилон вот но тем самым получили два таких неравенства Y минус эпсилон меньше L меньше либо равно Y плюс эпсилон и это верно для всякого положительного эпсилона потому что сначала мы его зафиксировали но вообще-то оно любое какое бы ни было значит все равно все это верно ну и все отсюда следует конечно что Y равно L отсюда следует что Y равно L ну вот таким образом мы доказательство теоремы завершили значит тем самым мы описали верхний предел в таких вот терминах на языке неравенств ну и нижнего предела такое же описание значит я не буду уж повторять доказательства оно совершенно аналогично вот а впрочем можно еще применить вот такую такое соображение значит вот давайте давайте сделаем такое замечание вот пусть имеется какое-то ограниченное множество B ограниченное множество вот и давайте через минус B нет не так через лямбда B значит а лямбда вещественное число через лямбда B обозначим просто вот что я беру все числа из B и умножаю их на лямбда ну такое понятное обозначение значит умножить множество на лямбда это значит умножить все его элементы на лямбда и скинуть все в одну кучу вот ну и вот давайте заинтересуемся гранями этого самого множества лямбда B но если лямбда равна нулю она стоит из одного нуля и поэтому грань тогда у него тоже равна нулю обозначат да так что вот пускай лямбда не равна нулю вот что да не пустое не пустое вот и оказывается что вот так что это есть лямбда на супремум B если лямбда положительна и лямбда на инфимум B если лямбда отрицательна но впрочем если лямбда равна нулю то обе эти формулы верны значит потому что тогда множество состоит из одного нуля супремя умножить равна нулю значит ну и тут тоже получается сюда ноль так что значит вот так то есть скажем если лямбда равно минус единица то просто при умножении множества на минус единицу при переходе к противоположному множеству так сказать у него грани меняются местами супремум переходит в инфимум а инфимум супремум так значит супремум б равен инфимум минус б сейчас минус инфимум минус б вот так вот инфим вот Так, ну вот, значит, давайте это проверим для лямбда отрицательного. Значит, для лямбда положительного, сами продумайте, что там получается, там уж совсем просто, понимаете, когда лямбда положительного, там вообще ничего доказывать. А когда лямбда отрицательное, значит, вот M, пускай число какое-нибудь такое M, скажем, большое, пусть это верхняя граница для B. Ну, так это верно тогда и только тогда, когда лямбда M – это нижняя граница для лямбда B. Правильно, потому что при умножении на лямбда все неравенства переходят в противоположные. Значит, вот, когда я умножаю множество B на лямбда, то все верхние границы, значит, при этом, при этой операции, при умножении на лямбда, переходят в нижние границы для B. Вот, поэтому, значит, что же, ну и наоборот, значит, наоборот, значит, верхняя граница, значит, да, ну хорошо, вот так вот, да. А, значит, что же получается, получается такая формула, значит, вот, если взять наименьшую из верхних границ здесь, то ей будет соответствовать наибольший элемент здесь, правильно? Вот, значит, получается такая формула, что инфимум лямбда B равняется, значит, чему же лямбда на супремум B. Вот, вот, но это не совсем то, что я хотел, да, значит, ну да, это не совсем то, что я хотел, значит, а чтобы доказать то, что я хотел, значит, надо еще такое сказать, что вот, скажем, м маленькая, это нижняя граница для B, тогда и только тогда, когда лямбда и маленькая верхняя граница для лямбда B. Вот, ну и отсюда что получается? Получается, что наибольшая из нижней границ вот здесь вот соответствует наименьшему из этих чисел, так, то есть супремум, значит, супремум лямбда B равняется, значит, чего там, лямбда на инфимум B. Ну, в общем, и та, и другая формула получаются одинаковы, значит, разумеется, к этой формуле можно добавить такую же с инфимумом. Давайте вот ее напишем, значит, для порядка, значит, для порядка напишем ее. Инфимум лямбда B равняется лямбда инфимум B, когда лямбда больше нуля, и лямбда супремум B, когда лямбда меньше нуля. Вот так вот. Вот. Ну, а теперь давайте, значит, можно ли застерить, наверное, да? Значит, вот такие формулы верны. А теперь давайте попробуем вычислить вот нижний предел, например, нижний предел функции минус F. Что это такое будет? Это будет, значит, супремум по всем проколотым окрестностям точки X0, значит, вот. Сейчас. Ну да. А тут будет инфимум по X из V, X0 с ноликом, пересеченной с областью определения, минус F от X. Вот такая вот штука получится, да? Да. Вот. Ну и, значит, здесь как раз вот та ситуация, которая у меня была написана в этом месте, где я стерл, значит, мы берем инфимум противоположного множества, да? Значит, я могу этот самый минус вынести из знак инфимума и поменять инфимум на супремум. Вот. Ну а теперь опять здесь стоит супремум, а тут под супремум стоит множество, которое противоположное чему-то. Я опять же могу этот самый минус вытащить из знак супремума, а супремум поменять на инфимум. Вот. Ну и мы получили минус верхний предел попросту при X, стремящемся к X0, F от X. Значит, вот такая формула есть. Если я хочу вычислить предел функции минус F, то это то же самое, что минус верхний предел F, так? Но можно так еще и переписать, что это, разумеется, то же самое. Значит, нижний предел при X, стремящемся к X0 функции F от X равен минус верхнего предела при X, стремящемся к X0, минус F от X. Вот. Значит, вот такая формула. Ну а вот когда такая формула у вас есть, то вот ту теорему, которая доказала для верхнего предела, теперь можно формально из нее вывести то же самое утверждение для нижнего предела. Просто посмотрите, что там будет, если всюду знак сменить, значит, во всех этих неравенствах, которые написаны. И вот вы увидите, что просто из утверждения для верхнего предела Магоняна получается то же самое для нижнего. Значит, потому что вот такая есть приятная картинка. Так, ну вот, получили вопросы колокольные или нет? Нет еще, хорошо. Ладно, не буду ссылаться на них тогда. Значит, вот, собственно говоря, я перешел уже так вот плавно к такой маленькой теме, которая называется поведение верхнего и нижнего предела при линейных операциях над функциями. Значит, ну вот первую линейную операцию мы с вами уже видели. Значит, просто при умножении на минус единицу, значит, что получается? Ну вот как с пределом более-менее, то минус единицу можно выносить за знак, да? Значит, ну только есть еще один эффект, а именно при этом верхний предел заменится на нижний, наоборот. Вот, опять же, вот если вы вычисляете нижний предел при x0 функции лямбда f от x, где лямбда это число. Так, ну вот давайте напишем, чему это равно. От чего это зависит? От чего зависит формула? От знака лямбда, да? Значит, если лямбда положительная, что получится? Ну, получится просто лямбда на верхний предел, на верхний предел, на нижний, на нижний, на нижний предел, x0, значит, f от x. Ну, это оказывается примерно так же с помощью вот этой самой штуки о супремовых инфиумах, которую я только что сформулировал, да? Вот, а значит, если лямбда больше нуля, а если лямбда меньше нуля, то получается, что лямбда, только j, то можно вынести, только, значит, тогда нижний предел заменится на верхний. Вот. Ну и в любом случае, и в том, и в другом, можно написать, что лямбда больше, что лямбда равно нулю, потому что если лямбда равно нулю, то всюду получается нуль, и там, и там, и там, как где угодно, да, значит, так что вот так вот. Вот. То есть вот числовой множитель можно выносить за знак верхнего и нижнего предела, но только надо смотреть за знаком. Если знак отрицательный, тогда придется верхний предел заменить на нижний и наоборот. Вот. Ну а что касается, скажем, суммы, вот что с суммой будет, если у меня есть две функции, заданное на одном и том же множестве. Вот. f, g, заданное на множестве а, и x0, это предельная точка. Для а. Вот. И если я хочу вычислить, например, верхний предел. Вот такой вот вещи. Значит, что можно сказать про это дело? Можно ожидать, что это будет равно сумме верхних пределов? В общем, нет, конечно. Да, что, что будет? Максимум. Что? Не слышу. Оценить ее можно. Оценить, да, правильно. Как оценить, чем надо оценить? Ну, вот такой вот, верно. Вот такой вот, верно. Вот. Но мы с вами образованы, значит, что будет для нижних пределов? Это уже можно, вот, положим, мы это знаем, значит, что будет для нижних пределов, значит, тогда. Как получить этой формулы, аналогичную формулу для нижних пределов? Нужно просто f и g заменить на минус f и минус g, да? Значит, тогда что? Тогда минус единица вынесется, вот, и все верхние пределы заменятся на нижние, да? И будет такое же неравенство. Вот. А потом, когда умножим на минус единицу, будет противоположное неравенство, да? То есть, получится следующее, что вот наоборот. Наоборот, нижний предел снизу оценивается суммой. Неравенство нижних пределов. Ну, значит, опять же, я объяснил, что эти вещи эквивалентны, просто замена из знака у всех функций, но получается другая, так что это одно и то же. Значит, а как доказать? Ну, скажем, первую формулу, вот давайте, пусть это будет формула плюсик. Вот, докажем формула плюсик. Вот. Ну, вот, пусть, скажем, х-конечная точка, х0, значит, пускай х0 входит в рк, на самом деле это все равно, значит, мы потом скажем, что надо изменить, когда она схема плюс или минус бесконечности. Тогда можно так написать, что вот этот самый верхний предел. Вот я до сих пор писал инфимум сверху, да, но можно ведь и предел написать, как мы вчера с вами, значит, выяснили. Значит, вот в таком виде давайте напишем формулу для верхнего предела. Значит, этот самый предел по ε стремящемуся к нулю совпадает с инфимумом, как мы вчера выяснили, да, значит, функция монотонная, от ε она монотонная, поэтому он совпадает с инфимумом. А здесь просто напишем с управлением вот этой самой суммы по проколотой ε на окрестности точки х0 в перечесть множество ма. Так что вот это вот просто та самая формула для верхнего предела, которую мы все время пишем. Вот, ну а теперь... Это предел при ε стремящемся к нулю справа, а не просто. Да, правильно. Значит, ну считают, что я всем положительную, так что, в общем, ну что же, да. Правильно. Вот, теперь, если я вычисляю супремовую сумму двух функций по любому множеству, давайте вот... Вот, если у меня имеется какое-то множество b, лежащее в области определения, и x лежит в b, да, то f от x плюс g от x, разумеется, не превосходит супремума по y из b. Или скажем так, пусть вот y лежит в b. Ну, хорошо, нет, не знаю. x, x, хорошо. По y из b f от x плюс супремума по y из b g от x. Но просто потому, что g от y, значит, f от y и g от y, извините, пожалуйста, запутанницу между x и y. Но вот такая формула. Просто потому, что f от x не превосходит этого супремума, а g от x не превосходит этого супремума, да. Значит, вот это вот число, это верхняя граница для множества значений функции f плюс g на множество b, правильно? Вот. Но раз это верхняя граница, значит, супремум этого множества не превосходит сумму супремумов. Значит, я могу написать, что вот этот самый, как там, вот, супремум по x минус x0 и x, неравным x0 и x, x минус x0 мя шепсил на x лежит в а, значит, f от x плюс g от x не превосходит сумму супремумов по отдельности. Плюс такой же супремум. Значит, я не буду повторять эти самые условия, они такие же, да. Просто напишу точки. Вот так вот, да. Значит, вот мы можем сказать, что вот эта вот штука, эта функция от ε не превосходит суммы двух таких функций от ε. Вот. Ну а дальше, что же, предельный переход в неравенстве и, значит, предел суммы. Теорема пределит суммы. Значит, просто отсюда видно, отсюда видно, что вот эта вещь действительно не превосходит значит, давайте так напишем, не превосходит верхнего предела f от x при x стремимся как с 0 плюс верхнего предела g от x при x стремимся как с 0. Ну вот и все. Значит, вот это неравенство доказали, смесь с ним и это неравенство. То есть тут вот линейности нет, но кое-что может сказать, тем не менее, про соотношение верхнего предела суммы и верхних пределов слагаемых там или нижнего. Вот. Ну и еще одно утверждение. Вот я склонен дать вам в качестве упражнения. Вот сделайте, пожалуйста, разберитесь с этим. Значит, ну, прежде чем что-то формулировать, давайте какой-нибудь еще какой-то такой, какой-нибудь простой пример рассмотрим. Вот. Ну, что-нибудь такое, значит, что-нибудь такое. Вот такая функция f, например, на отрезке 0,1. А, давайте не 0,1, просто, значит, f на луче таком, 0 бесконечность, и пусть f от x равно, например, единице, если x лежит между, вот на нечетном интервале, между двумя целыми числами, значит, и, скажем, 0, если x лежит на четном интервале. Или наоборот, я не знаю там. так, когда n равно единице, значит, получается, что у нас здесь получается, то тоже 1, да, значит, тогда вот отсюда, вот так вот давайте. А, может быть, может быть, где-то круглые скобки. Что? Да-да-да-да, в одном круглые скобки, вот здесь вот, да, вот так вот. Значит, вот она, принимая значение 1, вот, все равно мало. Больше круглых скобок. Больше круглых скобок, да? Ага. Нет, подождите. Здесь все нормально. Здесь все нормально, вот здесь вот, да? Ага. Здесь. Вот она, принимая значение 1, вот на этих интервалах, а 0, вот на этих, вот так вот, да? Значит, какой у нее верхний предел бесконечности? Один, да? Но можно, можно просто, что же сделать? Надо, надо взять окрестность, окрестность бесконечности какую-нибудь, то есть такой вот луч, взять супремо этой функции в этом луче, да, он равен единице для всех таких лучей. Значит, предел их равен единице. Так. А нижний предел какой? 0, да? Ага. Вот. Ну и, значит, если я возьму, например, какую-то последовательность точек, стремящихся к бесконечности, то значение функций в этих точках, куда вообще, что они вообще могут делать? Они к чему могут стремиться? Могут стремиться к единице, могут к нулю, а может случиться так, что никуда не стремятся, правильно? Ну, как повезет, да? Вот. Хорошо. Вот. А если я возьму синус 1х-овый, опять же, при х больше нуля, да? Вот. И захочу вычислить верхний предел этой функции. Мы, собственно говоря, уже этим занимались вчера, мимолетно. При х, стремящихся к нулю. Вот. Ну и нижний. Верхний предел чему? Там будет равен единице, да? Вот. А нижний предел минус единица. Вот. А если я захочу, чтобы... Если я возьму какую-то последовательность тучек, стремящихся к нулю, вот. Вот. Пусть хн стремится к нулю, и я захочу взять синус единица на хн, то к чему это дело может стремиться? Так. Ну, в принципе, оно может никуда не стремиться, разумеется, если мы так уж совсем на удачу эту последовательность выберем, так, по-возьму, никуда не будет стремиться. Но можно постараться выбрать так, чтобы она стремилась к любому числу, к какому? Между минус единицей и плюс единицей, да? Вот. То есть вот тут поведение немножко разное, понимаете? Значит, вот здесь, скажем, если я рассматриваю сужение моей функции на какие-то подмножества области определения, то оно может стремиться только к двум точкам, правильно? Вот. И эти две точки, это есть верхний и нижний предел. Вот. А тут, в принципе, можно устроить так, чтобы стремилась к любой точке между верхним и нижним пределом. Вот. Так давайте такое определение введем. Значит, пускай, опять же, функция f задана на множестве a, и x0 — это предельная точка для a. Вот. И, значит, пускай b — это подмножество множества a, такое, что x0 по-прежнему предельная точка для b. b, если сужение f на множество b имеет предел, ну, скажем, d в точке x0, то d называется предельным значением. функция f в точке x0. Значит, ну, какой смысл? Сама функция f может предела в точке x0 не иметь. Давайте постараемся сузить ее на что-нибудь, на какое-нибудь подмножество, так, чтобы у нее предел там появился. Значит, ну, такое бывает. Мы вот видели два примера, такое действительно бывает. Ну, и вот если этот предел появится, то это будет предельное значение. Если мы сузим по-другому, то предел этот самый может быть другим. Значит, предельных значений у функций может быть много. Значит, вот у функции синус 1x, значит, предельное значение в нуле целый отрезок от минус единицы до единицы. А вот функция, которую я тут рисовал, у нее всего два предельных значения, да? Вот. Ну, и вот задача, которую я предлагаю вам решить, она несложная, значит. То есть так, если немножко напрячься, то все должны ее решить. Она такая. Значит, задача. Значит, верхний и нижний пределы функции f в точке x0 суть предельное значение функции f в точке x0. Значит, по крайней мере, два предельных значения у всегда есть. Да, считаю, что она ограниченная, значит, разумеется, f ограниченная, потому что иначе как-то не очень хорошо про верхние и нижние пределы говорить. Что? Ну, по крайней мере, одно. По крайней мере, эти числа точно являются предельными значениями, да? Вот это первое. А второе, любое предельное значение лежит между ними. Значит, любое другое предельное значение лежит между ними. Вот. Ну, вот мы видели два примера, когда эти предельные значения заполняют весь промежуток между ними. Это был синус 1х. И другой пример, когда их всего два этих, вот только верхний и нижний предел, больше никаких нет. Вот. Вот оказывается, значит, там, в принципе, может, что угодно между ними. Ну, вы легко построите там примеры, когда вот это самое множество предельных значений, довольно сложный там какой-то, не обязательно этот отрезок. Это может быть несколько точек, а может быть что-нибудь более хитрое, чем отрезок. В общем, там по-всякому бывает. Но вот, по крайней мере, вот такое вот, верно. Значит, я, значит, хочу сразу дать указание, что вот в первом случае что нужно сделать, как проще всего, надо использовать эту самую теорему в описании верхнего и нижнего пределов, который мы с вами в прошлом раз начали доказывать, и в этом раз доказали. И строить сужение нашей функции просто на некую последовательность точек, стремящихся к х0. Вот. И тогда получится вот предельное значение. Хорошо. Так. Да, теперь вот еще что. Я когда говорил о верхнем пределе суммы, но и о нижнем, я предположил, что, значит, точка х0 это конечная точка. Вот, значит, замечание суммы, когда х0 равно плюс-минус бесконечности. Вот. Ну, скажем, пусть х0 это плюс бесконечность, для минус-бесконечность то же самое. Тогда рассуждение такое же, только другую формулу надо писать. Пишем вот что, что верхний предел функции f при х0 стремящихся к плюс бесконечности равен вот чему пределу при n стремящихся к бесконечности, а тут будет супремум по х большим n f от х. Вот так вот. Значит, вот точнее вот так вот, значит, даже сразу давайте напишем это для пары функций. Вот нам написать такую формулу нужно после этого проделать те же самые рассуждения, которые были для конечной точки, но и будет то же самое. Так, и теперь, раз уж мы сюда добрались, вот до этой вот формулы, значит, давайте мы ее перепишем для одной функции. Вот. 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 плюс бесконечности. Вот. Вот та самая формула, которую я только что использовал. значит, здесь имеется в виду, что n пробегает, ну, например, всевозможные положительные числа. Так же, тут стоит функция, заданная на r с плюсом. Вот. Но дело в том, что если я устремлю n большой бесконечности по какой-то последовательности точек, то будет то же самое, потому что предел тут в силу теоремы подстановки будет такой же, значит. например, можно так написать, что это равно пределу вот по n маленькому стремимся к плюс бесконечности, когда n маленько прибегают натуральные числа. Понятно, да, это монотонная функция, вот если она стремится к чему-то там, вот это вот, от n, если она там к чему-то стремится, так понятно, что по любой последовательности точек стремящих бесконечности она тоже даже будет стремиться, так что вот так вот. Вот. И в связи с этим возникают такие две приятные формулы для верхнего и нижнего предела последовательности. Значит, пусть xn это ограниченная последовательность, тогда верхний предел xn приемлемости плюс бесконечности равен просто вот чему, это инфимум по k, а тут будет супремум по n больше k, значит, k здесь натуральное, xn, ну и, соответственно, для нижнего предела. значит, вот таким вот образом. Смысл такой же, как и раньше, собственно, формула-то почти очевидная, но они немножко более приятные, не нужно перебирать, ну и тут, впрочем, не нужно перебирать возможное вещественное, на достаточно натуральное перебрать. Вот. А это можно так еще сформулировать, вот мы берем хвост последовательности, начиная с номером k плюс 1, берем его с супремум и инфимум, и вот, получается, две новые последовательности, вот, которые зажимают нашу последовательность сверху и снизу, и вот они, если я беру их пределы, или их супремум и инфимум, они монотонные, вот это и дает верхний и нижний предел. Так, ну перерыв теперь. А в верхнем и нижнем пределе это еще одна немножко более полная теорема, более полная форма критерия Каши. Значит, вот пусть f это некая ограниченная функция, x0 это предельная точка для А, конечная или бесконечная. Вот. Но следующий условий эквивалентный. Первое. Так. f имеет предел в точке x0. Второе, что оно эквивалентно, мы уже знаем. Значит, f удовлетворяет условию Каши в точке x0, а именно для всякого положительного эпсилон существует проколотая окрестность точки x0, давайте так ее обозначим для краткости, такая, что для всяких x и y из этой проколотой окрестности модуль f от x минус f от y меньше эпсилон. Так. И третье. Это вот что. Верхние и нижние пределы функции f в точке x0 совпадают. Значит, к условию Каши может добавить еще такое условие. Это тоже эквивалентно существованию предела. Ну и тогда вот в этом случае, когда они совпадают, пределом будет их общее значение. общее значение. Ну вот. Значит, мы почти все знаем уже. Давайте смотреть на доказательства. из 1 вытекает 2. Это уже знаем. Причем это простая штука, да? Из того, что последовательство имеет предел, вытекают условия Каши, но это просто. Это мы видели, значит, в лекции назад. Так, теперь из 2 вытекает, да, можно еще вот что добавить. Давайте это будет 4, вот так вот, да? А тут будет 3. Условие такое. Третье, значит, такое щель, значит, гамма F X0 дельта F X0 узкая. Вот. На 4 условия пускай будут, третье будет такое, что вот, помните, вот мы щель такую устраивали, когда определяли верхний и нижний предел, когда доказывали критерии Каши, значит, тут на узкое. Так, из 2 влечет 3 тоже проверили при доказательстве критерия Каши. Был там такой момент, когда мы это проверили уже, да? Вот. Ну, значит, из 3 влечет 4 это очевидно. потому что верхний и нижний предел это как раз вот граница того отрезка, который содержит все числа, лежащие в этой щели. раз на узкое, значит, там только одно число, поэтому не совпадают. Так что вот так вот. Вот. Ну и остается только доказательство 4 влечет 1. Вот. И там тоже вроде бы так неформально, если говорить, то все ясно, все уже было, собственно говоря, что нужно. Вот. А формально все-таки какое-то рассуждение надо провести, потому что здесь есть еще такая добавка, что пределом будет общее значение верхнего и нижнего предела. Значит, все-таки несколько слов про это надо сказать. Значит, вот применяем теорему описания верхнего и нижнего пределов. Вот. Они у нас совпадают. Давайте обозначим их общее значение через А. пусть их общее значение равно А. Вот. Ну и пусть еще и опсимон положительный. Так вот, по этой теореме значит, во-первых, существует такая окрестность В1 с ноликом проколотая окрестность точки Х0 такая, что f от Х меньше А плюс Эпсилон для всякого Х из этой самой проколотой окрестности пересеченной с областью определения. Вот. Помните, условие 1 в описании верхнего и нижнего предела. За, значит, выше верхнего предела наша функция заскочить не может вблизи точки Х. Вот мы пользуемся тем, что это верхний предел и, значит, находим такую окрестность, что она вся целиком меньше А плюс Эпсилон. Вот. А теперь мы пользуемся таким образом для нижнего предела. Существует В2 с ноликом, это тоже проколотая окрестность точки Х0 такая, что Ф от Х больше А минус Эпсилон для всякого Х из В1 с ноликом пересеченной с А. Вот. А ведь одновременно является нижним пределом, поэтому вблизи точки Х0 функция не может сильно заскочить вниз. Что? В2, да. В2, правильно, правильно, правильно. В2. Вот. Ну а теперь, как обычно в эти тела, берем просто ту из окрестностей В1 и С2, которая меньше. Значит, одна из них в другой содержится. Значит, проколотые окрестности любой точкой любая из них содержится. Если взять две, то одна из них содержится в другой непременно. Значит, берем в качестве В пересечения В1 с В2. Ну а В это та настоящая окрестностей, которая получилась проколотая. В1 и В2 это те настоящие окрестностей, которые получились проколотые. Вот. Тогда для всякого Х из вот этой самой проколотой окрестностей пересечения с множеством А будет особое неравенство. Значит, А минус Эпсилон меньше Ф от Х меньше А плюс Эпсилон. Ну вот и все. Значит, мы оказались в условиях определения предела. Значит, все получилось. Так что вот полная форма критерия Каши, значит, она вот такая. Если хотите, это еще одно наказательство критерия Каши. Там просто вот в тот момент, когда мы доказывали, мы какую-то часть вот этой самой теоремы пропустили. Значит, мы вот тут вот отсюда, отсюда как-то вот через эту щель перешли прямо сюда. Значит, а оказывается, можно еще вот это вот сказать. Так что вот так. Вот. Хорошо. Так. Ладно. Так, теперь собственно, для того, чтобы рассказать уже все, что войдет в колоквию, у меня осталось поведать вам о двух маленьких темах. Одна совсем маленькая, которой вот сейчас вот я займусь, а другая, но тоже небольшая. Значит, первая из них это непрерывные функции классификации разрывов. То есть мы про непрерывные функции будем говорить еще дальше довольно изрядно, значит, но вот тот материал в колоквию не войдет. Это же вы только на экзамене с ним встретитесь. А сейчас будет самое начало какие-то. Значит, вот непрерывные функции и классификация разрывов. Так. Ну, у нас уже было определение непрерывной функции в точке. Вот. И стояла в том, что эта точка должна лежать в области определения функции, должна быть предельной для него, и предел в этой точке должен существовать и совпадать с значением функции. Помните, было такое, да? Вот. На самом деле это правильное определение, но не совсем, немножко недостаточно общее. Значит, вот давайте я сейчас скажу точно, что мы будем понимать под непрерывностью в точке. Оно будет, ну, слегка на ерунду отличаться от того, что было до сих пор, но вот, тем не менее, это важно. Значит, ситуация такая, пускай F это некая функция, заданная на каком-то множестве вещественных чисел, и пускай X0 это точка этого множества. Вот сейчас вот требуется, чтобы это была точка этого множества. Значит, говорят, нет, не обязательно, что F непрерывно в точке X0 если для всякого положительного эпсилон, но в частности это не плюс и не минус бесконечность, раз это точка множества вещественных чисел, это не плюс или минус бесконечность. Для всякого положительного эпсилон существует такая окрестность в точке X0 что модуль F от X минус F от X0 меньше эпсилон для всякого X с этой окрестностью v. Так, вот формально такое определение. В смысле? В смысле? То есть, сейчас мы еще требуем, чтобы она была определена? Да, мы требуем, чтобы она была определена, мы не требуем, чтобы X0 была предельной точкой. Вот, и мы, смотрите, пожалуйста, здесь не выкалываем центр, окрестность не проколтая, а настоящая. Так, ну вот, значит, да, как вы уже правильно заметили, но похоже на определенные пределы, правильно? Похоже. Похоже на определенные пределы, но есть некая разница. Во-первых, вот непрерывность определяется только в тех точках, которые лежат в области определения. Там, ни в каких предельных точках, где функция не задана, про непрерывность речи не идет. Теперь, дальше, вот, ну, похоже на определение предела, тем не менее, значит, есть отличия, и главное отличие стоит в том, что точка X0 здесь не обязательно предельная. Так вот, давайте посмотрим, что будет из точки X0 изолированная. Что это определение означает из точки X0 изолированная? Ну, если она изолированная, что это означает? это значит, что у нее есть окрестность, какая? Которая не содержит никаких других точек множества, кроме этой самой точки, да? Угу. значит, ну вот. Что? СВ пересеченную СА, конечно, разумеется, да, простите, пожалуйста, разумеется, потому что вне она вообще не задана. Так. Вот, значит, если точка изолированная, то найдется окрестность, пересечение, за которой есть множество массы стоит только из точки X0. Скажите, пожалуйста, если я тут вот не важен Q-эпсилон, в качестве V выберу вот эту самую окрестность, будет условие выполняться или нет? Ну, разумеется, да, потому что таких точек X только одна, это X0, да, и тогда здесь получается 0. Вот. значит, вот выбирая в качестве V эту самую окрестность, видим, что эта окрестность V годится на роль окрестности точки X0 из определения непрерывности. Вот. Значит, мы вот такой, в изолированной точке все функции непрерывны. То есть любая функция непрерывно в любой изолированной точке свою область определения. ну вот, то есть вот это самое главное отличие от определения предела, что мы не требуем, чтобы точка была определена, оно приводит к такому довольно тривиальному эффекту, что там просто условия нету, значит, в изолированной точке это условие не накладывает никаких ограничений. Вот. Помните, когда мы с вами вводили определение предела, я вам показывал, что если формально его написать в изолированной точке, то любое число будет пределом. Вот это, тот же самый эффект. значит, вот. Так, второе. Значит, ну вот с изолированными точками разобрались, а что будет с предельными точками? Значит, вот в изолированных точках все будет ривиально и максимально хорошо, пусть теперь x0 это предельная точка, я пишу аштрих, потому что это не символ плюс или минус бесконечность, точно подходит число, значит, пусть это предельная точка, значит, тогда значит, здесь что написано, ну вот тут есть какое-то отличие все-таки от определения предела, вроде бы тут написано, что предел функции должен быть равен fx0, но мы берем непроколотую окрестность соцелую, вот это существенно или нет? Нет. Почему? Потому что единственная точка, которая отличается, все равно выдает истину. Ну да, значит, если бы я написал прокол, то окрестно здесь вот, то что это означало бы? Значит, я тут мог бы в качестве x брать любую точку из этого множества, кроме x0, правильно? Но если я возьму x0, все равно получается 0, так что, значит, да? Вот. Поэтому, значит, тогда f непрерывно в точке x0 эквивалентно тому, что предел функции f в точке x0 существует и равен f от x0. Ну, то есть, то же самое определение, которое у нас было. Значит, в предельных точках это совпадает с тем, что я уже использовал. Да, в изолируемых точках это определение ничего не означает, там просто все функции неправильные. Но оба эти случая, они вот записываются в такую вот формулу так очень удобно. Но это удобно, потому что, когда мы там делаем какие-то манипуляции с непрерывными функциями, мы можем не думать изолированной точкой x0 предельно, все равно написать такое, и оно все равно верно, значит, как-то так. Вот. Тут написано на половину языке неравенств, но можно это написать и на языке окрестностей таким же образом. Значит, на языке окрестностей, значит, для всякой окрестности функция f непрерывно в точке x0 тогда и только тогда, когда для всякой окрестности u точки x0 существует окрестность v точке f от x0, простите, пожалуйста, f от x0 существует окрестность v точки x0 такая, что f от v содержится в u. Но это то же самое, как мы с вами знаем, это вот ровно то, что там написано в терминах неравенства, значит, тут же тут написано в терминах окрестностей, потому что вот, собственно, u это та окрестность, значит, интервал радиуса ε с центром этой точки. Хорошо. Так. Теперь если f не является непрерывной в точке x0 в области определения, то говорят, что она там имеет разрыв. разрыв. Вот. Имеет разрыв или в старых книжках писали претерпевает разрыв. Вот. Ну и, значит, про эти разрывы для них существует такая небольшая терминология. вот, значит, типы разрывов. Ну, кончается там, конечно, классом, когда вот и просто пьянство без причин, значит, как известно, да, вот, но теме два таких вот простых типов выделяются. Значит, первый тип это устранимые разрывы. это вот что существует предел функции f при x-3-мень и x-0, который не равен f от x-0. Ну, это какой-то такой вот график функции. Вот она там непрерывно, значит, вот эта точка x-0, вот у нее есть предел в этой самой точке, а значение какое-то другое. Понятно, почему этот разрыв на двум стороне он, потому что эту функцию можно изменить в этой точке, можно изменить ее значение в этой точке, так, что она стоит непрерывной. Просто если я скажу, а вот давайте мы ее переопределим в этой точке и будем считать, что ее значение равно пределу. Она стоит там непрерывной. Значит, вот устраним разрыв. Ну, это такой совсем безобидный разрыв, значит, вот там что, у функции Риммана у нее разрывы в рациональных точках все они устранимы. Если их все устранить по одной, то получится совсем такая смешная функция тождественного равного нулю, с которой как-то неинтересно работать. Вот. Второе – это разрыв первого рода. конечный пределы. Да, значит, здесь конечный, конечный. Существует конечный предел, разумеется. Я тут имею в виду конечные пределы, потому что ну, по смыслу так хорошо, значит, но поскольку у нас были бесконечные права совершенных, надо это оговорить. Разрыв первого рода. Это вот что такое, значит, точка Х0 является предельной для множеств вот А, пересеченная с таким вот лучом, и для множества пересеченная вот с таким лучом, который до плюс бесконечности простирается, и существуют пределы, опять же, конечные. Справа и слева но они не равны. Так, еще это называется скачком. Кстати говоря, вот если у функции F в некоторой точке скачок, значит, у нее же там есть пределы справа и слева, а есть еще и верхний и нижний пределы. Как будет самый верхний и нижний пределы связаны с пределом справа и слева? Видимо, один из них не видно. Который какому? А как повезет? А как повезет? Как должно повезти? Максимум. Ну, тот, который больше, тот будет верхним, правильно? А тот, который нижний, тот будет... тот, который меньше, тот будет нижним, да? скажем, не обязательно предел слева будет верхним пределом, будет нижним пределом. Если он больше, чем предел справа, то он будет верхним, да? Понятно, да? Вот. Теперь, как выглядит скачок? Значит, скачок выглядит как-то вот так. Вот эта самая точка X0, вот наша функция, вот у нее есть предел слева в этой точке, есть предел справа, ну, еще в этой точке назад, то есть где-то еще есть значение, где-то есть значение еще, да? Которое тоже неизвестно где, вот. Может быть, как угодно может располагаться, может быть, случайно может совпасть с одним из этих предельных значений справа слева а может не совпасть но всегда определена раз и раз говори раз речь идет о непрерывности так значит всегда должна быть определена в этой точке просто папа папа главного определения функция значит не может быть непрерыва только в точке области определения значит да так что все надо определена и тут тоже всегда определена понимаете всегда определена но вот так но вот скачок конечно не устраним разрыв потому что как эту функцию не до определяй значит вот предела не боюсь равно до начала не будет непрорывный теперь что тут что еще раз можно сказать вот давайте отметим такое утверждение которое все время мы не доказали а сейчас вот полезно заметить вот такое замечание если у некой функции же существуют в некоторые точки пределы справа и слева и они совпадают скажем и равны а то значит настоящий предел тоже существует и тоже равен а вот но может формально доказать из определений значит как там значит как это будет что вот найдется поскольку а это предел слева то найдется окрестность слева выколотая такая что там вот функция отличается мало потом одесса крест справа потом из них нас клеить одну а можно сказать так что мы с вами уже поняли что все равно вот эти два числа это верхний и нижний предел правильно вот ну а коли так так значит тогда тогда верхний ниже предел совпадают а значит предел есть так что так или иначе то про но это просто понимаете можно можно применить теорему верхнем и нижнем пределе потому что они тоже эти два числа в порядке вот а можно на боковое заподвреждение проще теперь что еще вот есть еще такое понятие непрерывности справа и слева но если она там за 1 конечно да ой да извините и f от x значит f от x стремится к f от x 0 значит когда x стремится x 0 с плюсиком соответственно f от x стремится к f от x 0 когда x стремится к x 0 с минусиком вот но то есть вот картинка такая если вы здесь значение функции совпало с одним из их двух пределов вот если так она будет непрерывно слева а если вот так то она будет непрерывно справа значит вот так такая терминология совершенно естественная значит там вот ну и что мы еще знаем мы знаем еще следующее вот такой вот факт ограниченная монотонная функция пусть например задана на отрезке чтобы там не думать вот есть у нее предел справа или слева в каких-то точках где может быть слева скажем без нее отрезка то там справа ли если вот какой-то точка бы создание может вообще ничего не быть так что значит пусть на отрезка заданная значит может иметь иметь лишь устранимые разрывы точнее сейчас лишь скачки лишь только скачки значит ну но вот почему мы с вами это знаем значит если есть месяц монотонная функция задана на отрезке то она в каждой точке имеет предел справа и слева так вот теперь где значение лежит той функции понятно что в силу монотонства лежит между этими пределами обязательно значит вот картинка либо монотонной функции будет такая значение будет где-то между этими пределами поэтому если они совпадают то и значение совпадает с ними то есть устранимых разрывов настоящих там быть не может там если эти самые пределы справа и слева совпадают значит то значение будет такое же вот а если не совпадает там скачок просчетное множество вам рассказывал кто-нибудь да вот опять же упражнение докажите пожалуйста что у любой функции число множество разрывов вот первого рода и устранимых вот в совокупности вот таких вот простых да не более чем счетно что доказываю да но прекрасно прекрасно про монотонную функцию это несколько легче значит а вот про не монотонную значит там чуть хитрее но неважно так и теперь что еще что еще хотел сказать да но есть третий тип разрывов значит это разрывы второго рода это все остальные я же говорю что кончится просто пьянство без причин так ну вот примеры Значит, ну, собственно, тут, чтобы так представить себе, что может быть, достаточно очень немного примеров рассмотреть. Значит, там, ну, понимаете, может быть, все что угодно, потому что произвольная функция, совсем произвольная функция, значит, это ведь произвольное правило, там какое-то, значит, мало ли какая там функция будет, но она может совсем себя плохо вести. Ну, давайте мы посмотрим на какие-нибудь достаточно простые функции. Вот первый пример – это функция Дерихле. Значит, d от x равняется нулю, если x иррационально, и единица, если x рационально. Так, она не имеет пределов ни справа, ни слева, ни в какой точке, поэтому у нее во всех точках разрывы второго рода. Так. Вот. А второй пример – это знакомый вам синус 1х. в точке 0 этой функции, опять же, разрыв второго рода, потому что там нет предела ни справа, ни слева. Ну, и увидишь, что поведение несколько разное, значит, этих функций. Значит, там причины, по которым, значит, этот самый разрыв, они хоть в каком-то роде и похожи, но все-таки немножко разные, потому что вот эта функция во всех остальных точках, кроме нуля, она очень приличная, там непрерывная, да? Вот. Хотя вы не знаете, что такое синус, но она непрерывная. Вот. А функция директ ли, она уж во всех точках паршивая. Значит. То есть вот первый пример показывает, что вовсе не обязательно функция должна быть непрерывной хоть где-нибудь. Вот. И это бывает гораздо худшим способом, чем вот тут функция директ ли. Функция директ ли – там, значит, ничего. Вот. А вторая показывает, вот, что даже у довольно приличной функции может быть довольно такое поганое поведение, значит, вот. Ну вот, ладно. Хорошо. Значит, с разрывами мы тем самым покончили. И последняя небольшая тема, которую я уже в следующий раз закончу, а сейчас, может быть, дам только одно определение. Это сравнение функций. Ну что такое вот сравнение функций. Асимптотические оценки. Бесконечно большие, бесконечно малые и так далее. Значит, в слове по сочетанию бесконечно большая, большая – то, что называется субстантинированное прилагательное, это существительное. Бесконечно малые – это просто функция, которая стремится к нулю, и все, значит. Бесконечно большая – это функция, стремящаяся к бесконечности, значит. Так что это вот здесь большое и малое воспринимается как существительное, не как прилагательное. Там не нужно добавлять функции бесконечно большая, достаточно. Вот, значит, речь тут вот о чем пойдет. У меня еще есть так, минусы 3, и одно определение дать успею. Ну вот, имеется какая-нибудь функция заданная на каком-нибудь множестве, и мы хотим как-то грубо оценить ее поведение. Причем эта функция может быть довольно сложно устроенной. Вот, и один из способов – это найти, сравнить ее с какой-нибудь функцией попроще. Вот, ну, в каком смысле сравнить? Ну, в разных смыслах можно сравнивать. Можно сравнивать довольно грубо, а можно сравнивать более-менее точно. Вот, ну, вот, скажем, есть простая функция, про которую мы знаем все, которую легко оценить. Если мы докажем, что какая-нибудь функция посложнее ее меньше, тогда мы про эту сложную функцию тоже что-то знаем. Ну, вот, вот так вот, да? Вот. Значит, самый простой способ, самый простой способ – это вот какой. Вот, говорят… Давайте начнем вот просто сначала. Пускай, пусть f и g – это две функции, заданные на одном и том же множестве a. Говорят, что g мажорирует функцию f. Если существует такая константа c, положительная, что модуль f от x не превосходит c на модуль g от x для всех x из a. Вот так вот. Значит, имеется в виду следующее, что вот это неравенство верно с одной и той же постоянной, не зависящей от x. Значит, не то, что в каждой точке найдется постоянная, а постоянно одна и та же, не зависящая от x. Вот. Ну, и вот в смысле того, что я только что сказал, значит, на практике и так применяется, что g должно быть как-то попроще, про него должно что-то знать, а f должно быть посложнее. Вот если мы это докажем, тогда про f тоже что-то знаем и так далее. Если это неравенство выполнено только на множестве b, которое содержится в a, значит, то говорят, что g мажорирует f на множестве b. И для этого соотношения есть такое довольно старое обозначение, которое тем и менее удобно. Оно немножко архаично действительно, да, и вот, можно сказать, внутренне противоречиво. Оно удобно тем, что константа c в нем не поминается. Вот пишут так, f от x иногда равняется o большое от g от x. О, ну, это сейчас, так если... Значит, о от слова порядок, понимаете, значит, вот оно там по-английски ode, по-латыни я не помню, как пишется, поэтому не решаюсь произнести. Во всех европейских языках, но из латыни, значит, это порядок. Вот, понимаете, почему это обозначение нехорошо? Потому что, вот если вы вот так напишете, вот так вот, да, то будет ерунда. Вот, это такое равенство, которое можно только в одну сторону читать. Вот. Что? Ну, некорректно, да, значит, там, нет, оно, оно корректно, понимаете... Ну, не знаю, значит, оно, понимаете, оно точное обозначение вот этого утверждения, значит, просто, просто вот если вы пишете так, то вы имеете вот это утверждение. Вот, но если вы начинаете понимать равенство буквально, тогда у вас начинаются какие-то проблемы. Вот. Ну, все, на сегодня все.